Дорогие, надо идти на Папус Да, Папус, вот здесь Не надо, не надо, не надо Дай, 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 дай Дай, дай, дай Что говорит? Сейчас нам на 30-м автобусе ехать, потому что Папус говорит в ту сторону ездит На 30-м, да? На 30-м автобусе надо ехать на остановке Ага А потом со остановки уже брать автобус такой на Папус Угу, уггу Ну все-таки, доедем Так, друзья, находимся Вот нормальный квас Да, вот это хороший квас На острове Кипр находимся, и вот смотрите Я до этого Выкладывал уже видео про квас Так вот, первый квас, который мы здесь пили Он назывался белый квас Сейчас, к сожалению, не помню Сколько он стоил, но в принципе это не важно 2,50, да, стоил? 2,50 стоил этот белый квас, но он был какой-то Какой-то высушенный фрукт и как будто То есть не квас, а что-то другое было Потом, после этого Мы пили Квас, который назывался Очаковский И в банке он был, в жестяной банке Такой квас я вообще первый раз видел Но у меня, несмотря на то, что Продавщица из русского магазина сказала, что квас хороший Мне же этот квас Не понравился, скажем так Потому что он был какой-то Такое ощущение было, что есть квас Но есть еще много разбавленной воды Вот, как будто бывает, когда в бочке продают квас Туда воду добавляют Для того, чтобы навариться, скажем так Лишнюю копейку срубить С честного Человека Вот И вот сейчас мы только что взяли Вот этот квас Здесь написано Настоящий, живой квас Притом бутылка, видите, она немножко другая Какая-то полувосьмиугольная, что ли Калужский, калужский квас Вот, вот этот квас, по крайней мере, по вкусу Из них самый вкусный Вот такие вот дела Потихоньку вот так ходим Квасы разные, пробуем Ой, жара здесь стоит ужасная Поэтому утоляем жажду квасом Кто-то жажду пивом утоляет Кто-то водкой Кто-то Еще какими-нибудь напитками Но Мне кажется, самое нормальное Утолять жажду Это простой водой Потом Свежим Свежевыжатым Соком Апельсиновым Что здесь Который здесь тоже, кстати Очень вкусный И стоит 2 евро 3 евро В зависимости от места На, бушку Вот И На, закрыл Крышку Вот Вот И Еще что у нас было Кроме кваса То есть, кроме воды И класс То есть, да Одним словом, вода Сок Айран еще Айран, да Айран здесь вкусный На турецкой стороне Потому что Вот на этой киприотской стороне Вот я вчера взял Айран Притом Хочу заметить Взял маленькую бутылку Айрана За 2 Евро 50 центов А на турецкой стороне Я брал большую Большую бутылку Айрана За 2 евро И Турецкий Айран был, конечно Намного вкуснее Просто Реально вкусный Этот же Айран Был такой Средничок Куда-сюда Что-то там непонятное такое Какие вот вещи тут интересные Сейчас мы идем В сторону Нашего дома Точнее, в отель Надеюсь, идем правильно Буду показывать вам, что у нас тут Происходит Обычный Вечер Обычное спадение жары Большое количество русскоговорящих на улицах Жизнь протекает То есть в своем русле Сейчас я вам покажу Разные русские магазины Русских докторов Это у нас фармации Вообще Жизнь здесь, видите, так Как-то все равно вечером не такая бурная Она все-таки затихает Просто есть некоторые курорты Вот здесь вот другой курорт Как нам ислам Парень сказал, что есть вот этот Как же он называется там Айнапа, Айнапа Вот там вот реально Круглосуточно все гуляют Я думаю, мы еще Друзья с вами туда съездим И я вам покажу, что там творится Прогуляемся и что Вот видите, русский магазин Магазин русских продуктов Везде Вот на этой Айнапе Там идет Круглосуточное движение Здесь же Такого как бы нет Здесь все равно Вечером уже Более-менее хотя бы тихо Мирно все становится Гулянки прекращаются Хотя вон там море у нас С той стороны там Видите, звучит музыка И даже купаются люди Вот сейчас Сейчас правда не так уж поздно Часов 10, может 11 Примерно так, может 9 даже Вот, но люди купаются Отдыхают Не устают Наслаждаться морем А море на самом деле классное здесь Мне вот море понравилось Оно мне понравилось во-первых Температурой Это такая температура Когда находиться в море Приятно И не хочется выходить Но при этом И не холодно И не тепло И не жарко Иногда бывает Ты в море заходишь В море вода теплая Слишком теплая И в ней даже Как-то не очень приятно Находиться А вот в этом море Такая идеальная Какая-то температура Ну это видать Сейчас именно В данный момент Она так как-то разогрелась Вот поэтому Я-то чувствую себя И вся идет набережная Полностью вся набережная Это вся улица считай набережная И этот город У нас считается русским русским городом русскоговорящим Здесь вообще Есть английские места Есть Русские места Есть Эти Китайские Вот Пафос Тот же город Который мы поедем Дасток Завтра мы туда будем ехать Вот этот Пафос Он считается китайским больше Так Ну-ка давай там наш Айранчик Ой Айранчик Говорю этот Квас Квас Да Литровая Сколько он стоит у нас? Два пятьдесят Вкусный Заток Намного вкуснее Намного вкуснее Вот он такой Прямо чувствуется Что не просто вода Разбавленная Как будто жидкость Просто сила Просто мощь вообще Просто мощь вообще Просто мощь Ой-ой-ой Не знаю Наверное Это одно из самых Прекрасных вещей Когда Жара Мучает жажда И ты пьешь Такой Прохладительный напиток Такой как квас Или просто даже вода Вот Кстати друзья Квартиры здесь Жилье Недвижимость Можно снять Однокомнатную Квартиру И за 300 евро Можно снять И за 400 евро И за 500 евро Но Естественно Когда ты хочешь Снять эту квартиру На месяц То ее снять сложнее Из-за того что На месяц Мало кто сдает В основном То есть Если допустим Снимать за те же 300 евро Однокомнатную То на долгий срок Но можно найти Найти можно Как говорится Кто ищет Тот всегда находит Вот Магазинчик Такой Как бы Обычный Магазинчик Скажем так Я не знаю что это за фирма Может вы знаете Это не фирма Это не фирма Фирма вот там Это просто Такая магазина А это вот там Ну цены Ага Эс 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 Да Вот такие вот фирмы Здесь Валентино Ну Валентино Одна блузка Одна блузка Я посмотрела Такая нецрачная Стоит Около 300 евро То есть Одна блузка Стоит около 300 евро Сумки очень интересные Проходят Смотри как там Внутри нитки Накручены Ага Ничего себе А сверху целлофан Типа да? Сколько стоит Нету надписи Надписи все спрятаны Ну вот это вот Украшение сверху Которое висит Красное да? 110 евро 110 Ага Это из веревок Веревка в общем Красная веревка С позолоченными Набалдажниками 110 евро стоит Такие вот здесь Цены Скидки здесь конечно Тоже такие Вот сегодня Зашел магазин 200 Около 200 евро стоили Эти брюки И как вы думаете Какая скидка Была у них? Вот Я такую скидку Видел впервые В своей жизни Чтоб такие скидки были Так вот Скидка была 80% Представляете? 80% Ну оно и понятно Потому что даже До этого я заходил В магазин Там брюки стоили 820 евро Опять таки наверное Тоже у них там Скидки какие-нибудь Они там Ожидали стоили 50% Не знаю То есть получается Они накидывают цены На свои товары На свои товары Здесь какой-то барчик Ну что такая жутуха у нас Поесть можно за 5 евро За 10 евро Ну в принципе вот по этой набережной Как бы обычное меню такое Стоит около 10 евро Будем так говорить Вот Конечно можно Поесть какой-нибудь Кебаб За 5 евро Даже за 4 кажется евро Но я скажу Что даже 4 евро За кебаб Такой Он все равно Если относительно брать Он не дешевый Той же Той же Греции Они стоили намного дешевле Там я уже не говорил На той стороне На В этом даже На этом даже Кипре На турецкой стороне Они наверное Два раза дешевле Есть места где Они стоят те же кебабы Вот пожалуйста на русском Все видите Плазма Разработка дизайнов Кинотеатров Телефонные системы Плакеты НТВ В общем любые Услуги Вот драпировка Обои Пожалуйста Все что хочешь Любые движения Все на русском В общем Сколько у нас сейчас Ну да нормально Я тоже думал Да что уже вообще поздно Оказывается еще Ну вот здесь тоже на русском Вот видите Лучшее шоу Девочки Девять новых девушек, пожалуйста. И вот здесь ночной клубец такой. Какая у нас улица. Я вам эту улицу уже показывал, друзья. Мы здесь уже с вами совершали прогулочки. Сегодня, так сказать, уже прощаемся с этим городом. Поэтому такую прощальную вечернюю прогулочку будем делать. Завтра уже поедем в Пафос. Я вообще раньше думал почему-то, не знаю почему, что Пафос это греческий остров. Ну типа, знаете, Родос там, еще других. Но оказалось, что Пафос это вообще даже... Ну в Греции как бы имеет отношение все-таки эти киприоты тоже в плане каком-то греки, скажем так. Может они не греки, но почти язык у них почти один. Вот. Но оказалось, что Пафос это городок, город, который находится здесь на острове Кипр, а не отдельно острове. Также, если не ошибаюсь, вот, пожалуйста, магазин местных продуктов, все на русском. Также, если не ошибаюсь, тут есть город, который называется не Родос, вот как остров греческий, да, а называется то ли Продос, то ли Дродос. Там какая-то одна буква лишняя, что-то такое. Вот здесь тоже свежие фрукты и овощи. Русь. Русские продукты. И вот таких вот русских продуктов здесь очень мало. Но в этом вот, в этом Русь-маркете я уже показывал вам, что я брал квас тут. Вот, очаковский квас, но мне этот очаковский квас, по правде говоря, не понравился. И также я должен отметить, что цены здесь все-таки не детские, такие нормальные цены. Если даже сравнивать с другими магазинами в других странах, которых я помню, я как бы точно не могу сравнить там конкретно, да, цены, что именно, сколько стоило. Вот видите, дом русской книги Арбат. То есть на Новом Арбате, на бывшем Калининском проспекте в Москве, я думаю, все знают магазин, книжный магазин. Вот типа такого, типа филиальчик здесь находится, такой маневр. Такая закидушка. Вот, и цены не детские у них на эти. На книги я не знаю, но на продукты такие нормальные цены. То есть они там нормально накидывают. Притом эти продукты идут с Германии. В общем-то по всей этой Европе, вот насколько я понял, вот в Испании, во Франции, в Швеции и в других европейских странах в основном, в основном продукты, все вот эти русские магазины, в первую очередь идут товары из Германии. А уже в Германию они идут уже там из той же Латвии, из России, Украины, там разных стран. Вот видите, доктор. Тоже на русском языке. Можно доктора себе заказывать. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Такие киприотские мотивчики звучат. О, красный зажегся. Да, на светофорчике нужно отдыхать Ну да, вот такой вот тоже можно Сел, зад открыл, можно закрыть С ветерком, да-да-да Не-не, подожди, подожди Я все понимаю, что можно, но подожди Да-да, ну вон, зеленый загорится, пойдем Так, нормальные, законопослушные граждане Тем более нам спешить негде Одно дело, если бы мы спешили бы куда-нибудь Так, ну-ка давай Друзья, вам не очень стручно стоять во светофоре со мной Напишите, а то тут человек говорит, что Мой боец говорит, что вам скучно стоять со мной на светофоре Я, конечно, к сожалению, не могу вам рассказывать Оникдоты какие-то Но попью с вами квас за ваше здоровье Чтобы вы не скучали Девушка не выдержала, пошла Все-таки квас так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!